Здравствуйте, уважаемые студенты! Перед вами икратегина лекция шестая. Тема лекции «Источники информации. Ссылки и сноски». Рассматриваем вопросы, основные источники научной информации, виды научных изданий, виды учебных изданий, справочные информационные издания, абзацы, ссылки, сноски и примечания. Важным аспектом в подготовке научных работ является подбор, изучение и анализ источников и литературы, необходимых для подготовки работы. Под источниками информации понимается документ, содержащий какие-либо сведения. К основным источникам научной информации относят различного рода издания. Источниками научной информации служат неопубликованные документы. Это диссертации, депонированные лукописи, отчеты о научно-исследовательских работах, научные переводы, обзорно-аналитические материалы. Все документальные источники научной информации делятся на первичные и вторичные. Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные результаты научных исследований. Это могут быть монографии, сборники научных трудов, авторефераты, диссертации. Вторичные документы являются результатом аналитической и логической переработки первичных документов. Это такие издания, как справочные, информационные, библиографические. Научным считается издание, содержащее результаты теоретических или экспериментальных исследований, а также научно подготовленные к опубликации памятники культуры и исторические документы. Научные издания делятся на следующие виды. Монография, авторефераты, цитации, сборник научных трудов, материалы научной конференции, тезисы докладов научной конференции, научно-популярные издания. Монография научные или научно-популярные книжные издания, содержащие полные или всесторонние исследования одной проблемы или темы и принадлежащие одному или нескольким авторам. Материалы научной конференции, научный непериодический сборник, содержащий итоги научной конференции. Тезисы докладов научной конференции, научный непериодический сборник, содержащие опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера. Научно-популярное издание. Издание, содержащее сведения о теоретических или экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и техники, изложенное в форме, доступной читателю и специалисту. Исторические источники – все непосредственно отражающие исторический процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого общества в виде предметов материальной культуры, памятных письменностей, которые позволяют судить о нравах, обычаях, языке народа. Извеличение из источников обменяется также как цитата. Особые правила оформления существуют для законодательных памятников и документов. Документы необходимо воспроизводить с абсолютной точностью, указывая все входные данные. Следующий вид изданий – это учебные издания. Учебные издания – это издания, содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для преподавания и изучения, и рассчитанные на учащихся разного возраста и степени обучения. Виды научных изданий – учебники, учебные пособия, учебные методические пособия. Учебники – это учебные издания, содержащие систематические изложения учебной дисциплины, соответствующие учебной программе и официально утвержденные в качестве данного вида издания. Учебные пособия – учебные издания, дополняющие или частично заменяющие учебник, официально утвержденные в качестве данного вида издания. Учебно-методические пособия – учебные издания, содержащие материалы по методике преподавания учебной дисциплины или по методике воспитания. Знакомство с учебной литературой позволяет определить наиболее распространенную точку зрения по изучаемой проблеме. Однако ссылаться на данный тип литературы в дипломах и курсовой работе не следует. Справочная литература предназначена для быстрого получения каких-либо сведений научного, практического или познавательного характера. Научность – важнейший признак любого справочного издания. Типы справочных изданий – словари, справочники, энциклопедии. Информационные издания Издания, содержащие систематизированные сведения по документам, либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточнике. Выпускаемые организации, осуществляющие научную информационную деятельность. Эти издания могут быть библиографическими, реферативными, обзорными. Библиографические издания – это информационные издания, содержащие упорядоченную совокупность библиографических записей. Обзорные издания – это информационные издания, содержащие публикацию одного или нескольких обзоров, включающих результаты анализа и обобщения представленных в первоисточниках сведений. Издания могут быть непериодическими, периодическими и продолжающимися. Периодические издания уходят через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров, не повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, номерованными и датированными выпусками, имеющими одинаковые заглавия. Это газеты, журналы, бюллетени, вестники. Для поиска литературы студенту необходимо воспользоваться условиями библиотеки. Главный этап работы в библиотеке – это работа с каталогом. Библиотечные каталоги по структуре, то есть по способу группировки включенных в них материалов, делятся на три основных вида – алфавитный, систематический и предметный. Алфавитный каталог является основным справочным аппаратом библиотеки. Справочный аппарат систематического каталога облегчает читателю ориентировку в каталоге и при умелом использовании значительно экономит время на подбор литературы. Как дополнение к систематическому каталогу создается систематическая картотепка статей. Когда отбор литературы завершился и нужные источники собраны, необходимо изучать, проанализировать и систематизировать их. Ссылки с носки, примечания, библиографические списки – все это вспомогательный аппарат научной работы. Качество вспомогательного аппарата – критерии профессионализма и стеклянской работы. Размер абзацного отступа равен быть и знаком и должен быть одинаковым по всему тексту. То есть полторы. Примечания – это дополнительные разъяснения, справки, комментарии по поводу фрагментов основного текста, вынесенные в огню. Примечания могут быть подстрочными и затекстовыми. Подстрочные примечания обозначаются звездочками с затекстовыми цифрами. Примечания приводятся в научной работе, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания следует помещать непосредственно после текста или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова примечания ставится тире и оно печалится с прописной куклой. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без представления точки. Следующий элемент вспомогательного аппарата – ссылка на источник. Приводя высказывания или мысли, принадлежащие другому автору, необходимо обязательно указать, кому это высказывание принадлежит и откуда оно заимствовано. Ссылка производится в двух случаях, когда упоминается произведение, когда воспроизводится чужой текст, либо сведения в виде цитаты или переложения. Ссылки на источник оформляются тремя способами. Первый – внутритекстовый. Внутритекстовая ссылка располагается прямо в тексте и заключается в крупной скобке. Это разрывает текст и такого рода ссылки содержат минимум биографических сведений. Подстрочные – размещение ссылок на странице. Сотекстовые ссылки оформляются в этом случае путем сквозной последовательной нумерации. Цитат. Нумерация в основном тексте оформляется квадратными скобками. При выполнении письменных студенческих работ обязательно использование соответствовых ссылок. Если необходимо пояснить отдельные данные, примеденные в тексте, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски и подстрочные примечания печатают с абзацентом отступа на той странице, к которой они относятся, через один интервал керриума 10. От основного текста они отделяются короткой сплошной чертой. Если сноски относятся к данным, расположенным в таблице, то их размещают в конце таблицы. Снак сноски ставит непосредственно после того слова числа, символа, предложение, к которому дается пояснение. И перед текстом пояснения. Снак сноски выполняет арабскими цифрами с применением шифтового эффекта верхний индекс. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Продолжение следует...